всем привет дорогие друзья большой привет из турции из анталии зимней анталии мы все еще здесь мы все еще в турции но сегодня уже уезжаем поэтому сегодня как всегда день отлета аэропорт посмотрим сколько там людей сейчас как всегда идем на завтрак того пока что еще не совсем хочется потому что дома снег хочется близких увидеть но дома снег сейчас покажу вам как сегодня встает солнце наверное день сегодня будет теплый вот такое вот солнце сегодня нас встречает с утра море такое абсолютно абсолютно спокойно мы как всегда идем на завтрак сегодня это будет последний завтрак в этом отеле в этом отеле будем скучать мы по завтраку пойдемте ну что вот такой вот завтрак у меня у ивана тоже приблизительно такой вот и взяла фрукты в дорогу тоже по 2 мандаринки с вами по одному банан вот так вот потому что прилетим домой мы только сегодня поздно вечером она пойдемте к морю от осталось время не совсем мало надо еще написать отказ что мы не едем а то будут ждать поскольку они в одиннадцать должны то последний раз мы идем к морю в январе в этом отеле попрощаемся сейчас с вами смотрим как всегда нужно бросить монетку на улице свежо 12 0 1 числа сегодня 12 градусов сейчас с утра 12 градусов нг я не значит такой маленькая большая такое ну и давайте такое кратенькое резюме от меня потому что вопросы поступают вот последний раз мы ездили в джустиниан а где лучше летом мы ездим обычно в такие отели попроще потому что цена-качество да то есть вот этот отель он будет летом стоит где-то ну 350 тысяч там на 10 дней она меня допустим на ваню этому на оксану то есть но это такие деньги уже с которыми жалко расстаться зимой вот мы приехали за 65 тысяч на семь дней это отличная отличная цена вот отели вот здесь которые вот в этом районе кунду лара всегда знаете такая приставочка лара оксана здесь нас уже стоит ждет привет теми делами навозим вот они здесь все очень-очень хорошего класса уровня халаты не создали вот поэтому конечно же вот вот здесь вот отели они лучше они выше уровнем другой немножко уровень там что возьмите дельфин барут это такие супер-пупер отель но джустиниан он тоже очень хороший просто все зависит от того да нет что что вы хотите получить от отдыха там вас обслуживать не будут за столом там приносить вам что-то это тоже по-моему приносил до официанта но через раз основном конечно сам там за напитками ходишь стоишь но это опять-таки не существенно не принципиально но варе отели лучше сам отель очень очень понравился конечно когда мы приехали 7 числа здесь было очень много людей соответственно было больше всего еды было больше официантов было больше ассортимент блюд был намного больше работали вот здесь вот какие-то бары и фудкорты которые обычно зимой не работают из-за праздника там вот их открывали то есть допустим кто поед позже они уже будут закрыты здесь уже все разобрали убрали оборудование так далее то есть мы еще успели захватить этот период ну вот допустим на ресепшене персонал вот как и без тренейсен особого рвения там плане помочь что-то объяснить либо еще что-то такого нет вот так вот смотрите пляж такой пустой пляж вами я видела здесь один единственный раз когда мы с тобой в дождь гуляли когда никого не было вечером и сейчас тоже такой же пляж и море нас встречает своим спокойствием очень-очень спокойно это не наши это рыбаки сидят из туристов здесь пока что никого нет сегодня я не угадала погода все-таки сегодня пасмурные может быть потом развеется я не знаю но вот такое вот море вот такая вот атмосфера сегодня на море снега конечно не хочется домой хочется в снега не хочется хочется чтобы у нас тоже такая же погода был купаться не будем на монетку бросим я взяла у меня много сейчас такая красота прелеста у меня вот видите мне понадобали вот кучу всего даже рубль сюда попал но 5 курушей это собственно говоря не о чем 5 курушей так как у нас наверное одна копейка я так думаю поэтому мы сейчас с вами будем смело бросать и загадывать желание давай раз-два-три загадывай желание и далеко бросай давай так у ваня много желания поняла и у меня много ух ты они у тебя видел как это с пузыриком у меня много желаний первое желание чтобы скорее вернуться второе желание не скажу на еще ванька еще на желание на так засоряем море что называется в общем знаете я сейчас последние бросаю монетки чтобы все кто хочет приехать в турцию сюда обязательно приехали чтобы все эти ограничения были сняты и чтобы все могли спокойно передвигаться там где они хотят туда куда они хотят и в том составе в котором они хотят чтобы все было хорошо за всех за всех бросила так что теперь приедут все кто этого хочет так ну что прощай море все море выдвигаемся да мы сейчас тоже идем под водой цена вопроса тысяча рублей вот отсюда то есть ну понятно что там от агане дороже бы это стоило отсюда тысяча рублей трансфер ехать здесь но 20 25 минут смысл в том что а далее она последний отель это последний отель здесь и сейчас то есть поедут это будут еще заезжать в другие соседние отели там которые работают и забирать это всюду причем движение здесь такое что допустим следующий отель находится там в 10 метрах но чтобы из него выехать ты опять должен вот так вот круги наматывать то есть ты опять еще проедешь а далее мы такой езжали из бабушка отдыхали как назывался ваня ты боялара да вот так вот мы думаем ой здесь аэропорт близко подумаешь и как бы вот так вот круги нарезали очень долго а потом последний раз когда из дельфина с оксаной вместе уезжали то же самое мы еще в серу проехали то есть вообще в другую сторону уехали чтобы еще оттуда людей забрать вот поэтому чтобы не мотыляться в автобусе в таком количестве людей мы сами сейчас спокойно абсолютно на трансфере доедем не уже прислали номер водителя номер машины вы сразу же оплачиваете на сайте интуи travel сайт назвали интуи travel либо get transfer есть еще такой сайт может быть тут еще другие какие-то знают но есть еще какой-то там трансфер анталия вот машина не знаю я не посмотрю сейчас посмотрим просто сейчас все бегом 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 так вот такие вот ваня купила таблетки от укачивания у нас с собой было драме на но уже закончилось тоже нужно обновлять да все сейчас выходим значит вот это у нас зимние вещи куртка ботинки вани чтобы в аэропорту переодеть едет он в легких ботинках вот такой вот у нас огромный чемодан до заряжает там пауэрбанк рюкзак в общем вещей тут как-то опять набирается много хотя вроде в этот раз вообще не собирались ничего брать чемодан сейчас не знаю сколько будет весить посылку все-таки нам в итоге отдали но вот такая вот фен щетка запечатанная спасибо большое это вот аси передавала ого здесь посылка какая тяжеленная я напишу вани ничего себе тебе вот это тебе порадовали шоколада смотри сколько здесь целая целая сумка с этими с шоколадками а куда же нам ее деть киска пришла к нам гости она здесь местная вот это да и эти и конфетки здесь и такие такие общем огромный огромный пакет с со сладостями нам вчера передали и женщина настояла вчера так долго ждала и не дождалась здесь и яйца и и шоколадки боже мой спасибо большое зачем так тратится было мне прям неудобно и как мне сейчас это довести самое главное тоже он тяжелый тяжелый жевачки здесь чего только здесь нет вот это аси вы даете ой мне прям неудобно смотрите вот это да что астане как нам с нас самолет с этим пропустят с таким количеством сладостей мне кажется нас не пропустят здесь чего только здесь нет чего только здесь нет реально у нас чемодан не уместится здесь милки вот эти у нас чемодан все же не закрывающие что делать будем тебе в рюкзаке если только вот это все вести не знаю таблерон шоколад очень в общем чего там только нет в общем аси спасибо большое вы меня прям удивили до глубины души ну даже вот если честно неудобно я даже не знаю как это вот сейчас на перевести спасибо большое как на как нам это сейчас увести с тобой да на 3 тысячи рублей вот этих вот сладости этих сладости следующее очень спасибо большое сейчас подумаем куда нам это все еще упаковать и как это все довести спасибо очень приятно ваня в общем слушайте шоке смотрите вот эта вся сумка она вся полная сладостей я причем говорю ванну посылки мне было страшно потому что но мало ли вы знаете какие случаи есть что там бывает что но ты же не знаешь человека кто тебе отправляет что потому что но все бывает бывает что там перевозишь там не знаю того чего не знаешь но здесь но явно сладость и ваня он просто ну жвачку то можно взять с собой но вот это попробуем отправить в багаж мы попробуем отдать в багаж эту сумку не знаю может быть перемотаем сейчас ее как-то в аэропорту чтобы ее не вскрыли потому что но здесь реально могут вот это вот все позабирать упаковку здесь лишнюю сейчас выбросила вообще супер супер прям до сих пор мы не можем себя прийти а вот такое вот количество людей выезжает сейчас у нас из отеля нашим автобусом но кстати может быть и не будут сейчас по другим отелям потому что здесь и так людей очень много давай возьми маску меня конечно с в аэропорт нужно уже всем маски ну а мы сами поедем сейчас должен приехать мерседес витам внутри даже даже два автобуса что ли я не пойму похоже даже два автобуса вот это не наш мерседес случайно все приехала за нами машинка все вовремя за 10 минут даже до начала вот такая вот мерседес вита то есть можно было бы такси принципе такие же деньги взять ну вот это вот более комфортно оксан а у вас чемодан один пустой может мне к вам конфеты эти засунуть а то они мне рассыпятся все вот такая вот комфортная машина можно и ванечку садись сейчас засечем с вами время время сейчас засечем сколько мы будем ехать ваня засечет время все вроде бы все взяли удачи давайте сейчас я вам объясню вот смотрите видите мы чтобы поехать в обратную сторону но нам надо ехать туда в ту сторону сейчас объезжаем совершенно с другой стороны потому что вот эти вот островки и ты не можешь выехать сразу туда как нужно развернуться вот эти вот островки сейчас еще вам покажу там по дороге вот это вот такая у нас здесь огромная река мы вам эту реку ты не показали что она здесь очень большая вот она здесь тоже река это с другой стороны оксан ты можешь ему сказать что он отопление убавила каут каут а то овощи невыносимо этому все в кофтах едем такая же рища как будто по минус 20 и в машине топят вот это вот а гтв не знаю что это за отель такой готовы все и вот мы поехали видите назад мимо нашего отеля и вот когда мы из этого байлары уезжали то есть мы нашу байлар потому что два раза проехали то что мы там забирали в соседнем отеле рядом в отеле он туда заезжает а назад чтоб на вот эту дорогу выехать ему нужно вот этот вот круголя и мы вот эти вот круголя делали ехали до аэропорта вместо 20 минут час с мамой поэтому я уже вот это вот знаю ну с тобой конечно куда же без тебя-то солнце доволен ты отдыхом своим каникулы на славу удались особенно последний подарок даваньте подкосил от это аси аси и прям вообще мы еще плойка в этом вот такие вот дела нет плойка как в другом смысле сатурна сегинус а тут собаки они везде спят они тут посередине спят ходят кошки чин на они уже видимо так привыкли что людей так мало да я тоже не замечала что фонари руро я у холидей палас милос проехали но чтобы вот вы знали этот район то что рядом с аэропортом у меня всегда спрашивают баялара либерти отель либерти он такой маленький самый мне кажется наверно маленький здесь из всех отелей а потому что это все но вот это вообще по идее район кунду но здесь почему-то у всех приставка лара лара он чуть дальше как раз таки вот в районе террасити но у большинства вот это что у нас шер вот шер вот-вот он проезжаем это ли маклара конкорд цель вчера светлана канал beauty fun она договорилась чтобы она здесь вчера приняли чтобы показать нам территорию с гист рилейшн но тоже к сожалению я это уже прочитала слишком поздно когда уже время все прошло но мы вчера целый день были в разъездах фарма резидент с лара дельфин паласа сейчас не работает твоя любимая песня играет просто так показать отели наш дельфин самый лучший дельфин ну вот если сравнивать допустим а далее у дельфин конечно мне дельфин больше понравился спортом люди занимаются спорте дельфинчик любимый дельфинчик надеюсь сюда когда-нибудь все приеду очень хороший дельфин бигран тоже но тоже хочется побывать в бигранде посмотреть как там и ван хотел будем и значит какие наши годы я надеюсь что будем все будет хорошо и будем оси время подъезда к аэропорту сколько он на таймер ставил доехали мы от нашего отеля отдали лара 18 18 минут 34 секунды все мы подъехали с вами грубо говоря 20 минут неспешной езды водитель никуда не гнал ехал очень-очень спокойно да вы за 18 минут мы доехали до аэропорта все взяли здесь тележку попробуй повези ваня как всегда хотел встать думает что легко а чемодан у меня весит мне кажется под все 40 так сейчас у нас рейс 58 60 найти нужно наш рейс вон там очередь стоит наверно наш а а к сам чуть с юрой туда куда-то пошли так сейчас я посмотрю сперва они наверное не посмотрели так ну что в аэропорту народу тоже так вот куда летят шереметьево фигас летит у нас 58 60 153 155 153 155 значит оксана уже успел ханет фамицы пошли не к стойку пошли взвешивать свой чемодан у нас уже очередь такая стоит но нам сказали что вес суммируется с вами чем прикол рассказываю мы стоим здесь и там выбор места стойка 149 и нам говорят вы с детьми типа идите сюда все остальные детьми стоят там то есть но как бы мы говорим мы доплачивать но не хотим горда нет с детьми идите сюда всем сказали в итоге стоим за 4 а у нас всего 24 с тобой всего 24 не юра там нет собой это это вещи же наш это я с собой общая мата а здесь можно абсолютно спокойно пройти без очереди просто так все стоят и так странно в общем абсолютно бесплатно нам с оксану нам с вами дали места рядом 26 ряд а и бы оксану почему-то посадили рядом а юра за почему оксан тоже 26 ваня как всегда идет спорит все идем как бы видите да людей в принципе я бы не сказала что много но не сказала бы что мало люди есть идем с вами проходить там можно есть мой на таможне никого мы первые прикиньте когда меня зрительница попросила посмотреть кинзо духи есть или нет и сколько они стоят вот они кинзо так это наверное все не только стойка кинзо наверное кинзо где-то еще отдельно есть ванюска ищи кинзо это не кинза кинза кинзо юра кинзо ты примут как понимаешь дик дикарь дикарь но тебе она и не надо знать соответственно как бы кинзо не кинзо но я пока что кинза вообще не вижу мы ты хочешь бизнес-зал пойти пойдемте пойдемте прошли все очень быстро про а вот кинзо вот вот кинзо и вот эти вот красненькие меня просили посмотреть вот они девяносто восемь евро стоят меньше объем семьдесят один евро были женские нет но вот эти вот женские то внизу по сорок девять евро так вот показала в общем кто просил а подожди мне с андреем отчет наверное взять такое нет я ему очень нибудь обычно всегда провожу так и из бренди какой-нибудь еще что-то такое нужно взять не дону кляну я мне сейчас не нужно ни духи ничего victoria secret здесь знаете victoria secret вот только за упаковку только хочется взять потому что упаковка вся блестит все сияет смотрите какие маленькие такие необычные виски разный набор виски 15 евро такие стоят а вот такие вот в бочонке какие-то десятилетние что ли двадцать четыре евро какие папе возьмем ключи от квартиры зачем папа думает это что-то такое двадцать два евро нет у меня сейчас нету валь потом оторвешь аккуратно Юр, что бы вот Андрею привести смотри вот такая вот какая-то ерунда я ж не разбираюсь что это 70 градусов что ли 70 СЛ да ну нет или вот такую вот взять маленькая чисто просто попробовать вот такое вот в ведре или такое Андрей как ты думаешь ну вот вот такое вот смотри маленькая прикольная либо вот в ведре там много а тут мало за ведро но это не 70 градусов там а 70 это спирт а что это вообще такое а это виски ну давай возьмем виски и что пришли мы в бизнес-зал сейчас посмотрим ну в принципе как бы мы недавно там мало места здесь большие столики просто сейчас помоем руки перекусим что-нибудь хотя в принципе еще не голодные но еще до самолета полтора часа здесь дают уже пароль от вай-фая да здесь уже Оксана в прошлый раз говорила что здесь было мало еды мне кажется здесь еды достаточно здесь есть салаты вот такие можете перекусить мед есть бутерброды есть мандарины упакованные пудинги разные супчики можно заварить кексы с кофе яблоки мандарины упакованные все и вот такие вот печенюги ну и соответственно чай кофе вот такой вот здесь вип лаунж он называется все время спрашивают по карте пас приорити мы сюда проходим бесплатно но пас приорити бесплатно не дается должна быть карта разные есть банки просто набирайте пас приорити смотрите условия наши выборы в бизнес-зале причем мы с вами не сговариваясь у меня два кекса кофе Ваня тоже любитель кексов и воды он говорит моя любимая вода там стоят всякие эти баночки с чаем там с соком со всеми делами он водом наша стоечка четырнадцатая вот он наконец-таки самолет подогнали так я не поняла а я не поняла это че такое нет а у нас за коридор вроде там что-то мы не в ту сторону что лезли или у нас что я не поняла а как так я не понял я не знаю я не понял куда мы идем а нет тут коридор просто на коридор на первом этаже не паникуйте раньше времени это я уже была хотела расстроиться сегодня мы сидим чуть-чуть подальше от крыла так что должна быть нормальная видимость самолет у нас такой небольшой небольшой но полный смотрите какое количество самолетов стоит пегас красную не знаю какие-то иностранные стоят тоже иностранные виды прилетают пегас небо тысячи глаз сверху смотрит на нас только небо одно никого не предать снег ли с неба летит льет ли с неба вода только небо с тобой лишь оно навсегда облаков острова облаков паруса там все наши слова там друзей и голоса ни любви ни беды ничего не таял напротив всегда это небо и я опять видите вот все-все-все в облаках белых-белых белых-серых видимостей нет никакой видимостей нет никакой ну в смысле в саму Турцию-то хочу но что-то как-то вот что взлет что посадка как-то ну такие неприятственные ощущения ощущаешь себя не очень не очень не очень смотрите какие здесь тучь-тучь-тучь-тучь-тучь смотрите какие облака вдалеке темные-темные и вот летим мы ну мы не над морем кстати летим и прям самолет этот ну потряхивает потряхивает все вот это вот белое над горами летим перекус перекус предлагают эти напитки ну лимонад кофе чай у Оксаны с собой что-то там она брала но мы тоже брали но ей совершенно не хочется потому что у Оксаны булочка и сыр а мы просто только из этого из бизнес-зала совершенно есть не хочется и вот хочу сказать что мы летим мы летим и все облака 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 хотя высоту такую уже порядочную набрали уже надо облаками летим но хочу сказать что ну вот час с лишним пока что погода везде такая облачная в аэропорту вот такую штуку купила я не знаю что это такое сейчас чтобы он посидел пособирал а себе жалею что журнальчик какой-нибудь не взяла я сейчас как раз видео смонтировала и сейчас еще лететь два часа за чем-то заниматься час осталось лететь до Москвы там внизу облака как море все начинаем снижаться 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 нет это мы увидели какие-то огни огни какие-то пролетели все в огнях все светится вот вот наверное ленинградка я так думаю скорее всего вряд ли платная слишком поток там большой сейчас машина снег но он родной снег а вот теперь надплатная Оксана проехали дорогой когда мы с тобой возвращаемся мы всегда видим как садятся самолеты держись сейчас сядем ура мы дома ура ура нас Дашенька Дашенька нас встречает мы уже как соскучились да Дашулька ой ты мой сладкий в общем дорогие друзья добрались мы до дома 8 часов вечера в 11.35 мы выехали из отеля и 8 часов вечера мы дома спасибо всем большое за то что вы были с нами и за то что поддерживали в этом путешествие всем как всегда желаю добра удачи позитива и совсем скоро увидимся с вами вновь пока пока до новых встреч пока